Вымпел Приветствую! В эфире Вымпел. Здесь ты, как и всегда. Да, спустя 30 выпусков, целый год, мы возвращаемся с осенним сезоном и сразу с места в карьер о настолках, о комиксах, сериалах, видеоиграх и прочих радостях гиковской жизни. Как давно хотелось это сказать, теперь в новой студии. Смотри сегодня в выпуске. Ворох видеоигровых новостей, черепашки-ниндзя-мутантский погром и магия мастеров пламени. По традиции, наш выпуск начинается с подборки самых актуальных видеоигровых новостей. Blizzard выпустила обновление для Overwatch 2, которое добавило в шутер новый режим «Мастерство героя». Суть режима в том, чтобы оттачивать свои навыки игры на различных персонажах, зарабатывать очки и получать награды. Помимо выпуска режима, Blizzard также улучшила баланс и внесла некоторые коррективы в характеристики героев. Хочется верить, что абстрактные пострелушки в Матрице смогут развлечь игроков и замедлить падение оценок игры в Стиме. А иначе в скором времени геймерам придется оттачивать мастерство героя в гордом и безальтернативном одиночестве. Warner Bros. старательно подогревает интерес к грядущему релизу Mortal Kombat 1. Совсем недавно были опубликованы свежие ролики, посвященные коллаборациям. Стало известно, что в очередной части брутального файтинга геймеры смогут увидеть и услышать Жанна Клода Ван Дамма в роли Джонни Кейджа, Меган Фокс в роли Нетары, а в будущем дополнении появится миротворец, озвученный Джоном Синой. Надо сказать, что для богато выглядящей игры, ну то есть для новой смертельной битвы, подобраны крайне специфические камео. Можно сказать, былые звезды средней величины, вышедшие в тираж. С другой стороны, за попытку усидеть между двух стульев из узнаваемых лиц и не очень дорогих, но узнаваемых лиц, студию можно и похвалить. Остается надеяться, что на озвучку уже обещанного Хоумлендера удалось пригласить Энтони Старра. Если так, то это будет офигенно. 5 сентября 2023 года стало известно, что компания Anapurna Animation начала производство анимационного фильма по адвенчуре Stray. Никаких деталей о предстоящем фильме пока нет, возможная дата релиза также неизвестна. Однако стоит напомнить, что релиз Stray состоялся 19 июля 2022 года на ПК, PS4, PS5, а спустя год, в августе 2023, игра вышла и на консолях Xbox. Средняя оценка экшн-адвенчура на Метакритика журналистов и честных игроков составила 8,3 балла из 10. Можно сказать, что похождение рыжего пушистика покорили почти все игровые платформы, а в рядах критиков и игроков царило поразительное единодушие. За экранизацию этого хита Anapurna Pictures взялась, выпустив в 2023 году анимационный фильм Нимона, ну, со средними оценками в районе 7,5 баллов из 10. Любопытно. Для будущего хита котиков снова заставят бегать обклеенных датчиками или все-таки нарисуют рыжего симпатягу так, как это сделала студия Marvel? Поживем-увидим. Компания NMG Кинопрокат представила трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино», приуроченного к 20-летию мультсериала про героев. Лента представляет собой сборник истории о том, как «Смешарики» снимают разножанровые короткометражки с отсылками к любимым фильмам. Полнометражка в полюбившемся стиле и условиях старой доброй страны «Смешариков» без странных попыток развить вселенную, придав ей объем 3D и охапку персонажей в придачу — лепота, да и только! Глядя на полюбившихся персонажей, слыша те самые голоса, поневоль задумываешься, как быстро летит время. К другим старым франшизам успевают выйти сиквелы, выйти зачастую испортить наследие великих предков, а «Смешарики» — все те же. Яркие, круглые и по-домашнему родные. «Смешарики» снимают кино, выйдет в российский прокат 12 октября. Темой для следующего нашего обсуждения будет нашумевший и довольно-таки успешный в некоторых кругах мультфильм про «Зеленую четверку» — «Черепашек-ниндзя. Мутантский погром». «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов» — очередной пример нелегкой судьбы панцирной братьи. До этого, закончившийся в 2017-м относительно успешный и довольно хитовый мультсериал, сменился «Rise of the Teen Ninja Turtles». Они же «Эволюция черепашек-ниндзя». Нет, заново кошмар какой. В начале сериал, который у нас был назван «Эволюцией черепашек-ниндзя», продемонстрировал весьма спорный визуальный стиль, изменение характера персонажей, и сюжет, который подавался в первой серии и в заключительной, ровно в тот момент, когда сериал прикрыли. Но еще и небольшая полуметражка была, которая вроде как должна была задобрить фанатов. И игры какие-то выходили сомнительно от Platinum Games, и вроде как попытка Сета Рогина вместе с Netflix закладить успех, который когда-то принес этой известной четверке мировую славу. Эту попытку можно назвать весьма спорной и сомнительно успешной. Почему? Ну, давайте разбираться. Казалось бы, в чем могут быть предпосылки провала? Уникальный визуальный стиль, который, правда, видно, был вдохновлен и Человеком-пауком, и Аркейном, но все-таки своя некоторая уникальность была. В этот раз это художественный стиль, отчасти напоминающий рисунки из какой-то подростковой тетрадки. И тематика, которая связана с принятием черепашек себя. И очередное переосмысление Ориджина, и отсутствие Шреддера, спойлер, как центрального антагониста в первой части. Вместо него здесь не менее харизматичный мухожук, хотя мотивация того вполне себе понятна, но лор черепах это не развивает и скорее упирается в другую проблему, в сомнительный дизайн. Несмотря на то, что у мультфильма есть свой стиль, и стиль этот периодически чувствуется, особенно в экшн-сценах, персонажи выглядят очень жутко. Трудно сказать, связано ли это с художественным решением как-то связать восприятие черепах и мира глазами черепах, потому что все люди, исключая Эйприл, здесь очень страшные. А когда-то, когда-то на стадии трейлера все обвиняли именно, что как Эйприл может быть темнокожий, да еще и такой страшный, да еще и хипар... Нет, поверьте, Эйприл это самый не страшный из человеков, которых можно здесь увидеть. Мутанты это форменный кошмар. Если вы в какой-то момент прикипели к Жиголовому, это антропоморфный крокодил, там Биба, Прокстаде, такие известные, казалось бы, мутанты в Черепашьем море, нет, здесь они все одинаково стремные, уродливые, низкорослые, диспропорциональные, нисколько не соответствующие своим особенностям в экшене, то есть Рог, кстати, здоровый носорог, он здесь себя не ведет как здоровый носорог, это просто что-то очень коротышечное, с большой головой и огромным Рогом, нисколько не оправдывающее себя ни в бою, ни в сюжете. Здесь даже у Бакстера Стокмана, казалось бы, катализатора появления всех мутантов, здесь какое-то преступно малое количество времени, и видно, что авторы больше пытаются увлечься отсылками, актуальной социальной повесткой и каким-то новым невероятно оригинальным взглядом на черепаший мир. Итак, черепашки теперь подростки, у каждого своя форма головы, все они были лишены какого-то стандартизированного, как в старых мультсериалах типа, все они теперь уникальные, Лео вместо Донателло сохнет поэприл, по кому сохнет сплинтер, лучше даже и не говорить, в фильме очень четко прослеживается фирменный юмор Рогина, он вам или понравился и понравится всегда, или вам он не понравился с первого раза, и все фильмы за его. Авторство можно смело пропускать. Черепашки полностью соответствуют этой заявленной, установленной и, главное, рабочей схеме, юмор здесь колеблется от каких-то неумелых отсылок к Атаке Титанов до каких-то странных, сомнительных и очень мерзотных шуток. Да, понятно, черепахи живут в канализации, и юмор, и их поведение всегда было несколько на грани фола, зависит от экранизации к экранизации, но здесь уже что-то совсем за гранью. Но, стоит отметить, что, несмотря на то, что премьера состоялась совсем недавно, у студии большие планы на черепашью франшизу. Уже заявлено несколько игр по вышедшему мультсериалу, обещают игру по когда-то успешному комиксу про последнего Ронина, и вдобавок несколько авторов, в том числе ответственные за прошлые мульты, объединились, чтобы создать в схожей анимационной стилистике мультсериал, посвященный событиям после или до происходящей с этим мультфильмом. То есть, черепашья вселенная, пусть даже и таким довольно жутким, кадаврическим образом, жива и планирует развиваться. С такими вводными, ну, решение спорное, все-таки набрать звезд, хоть и не первой, но довольно мемной величины, будь то Джон Карл Эспозито, Джон Сина, Джеки Чан, ну, то есть, это Бакстер Стокман, это Рокстеди или это Сплинтер, ну, это еще все-таки не полноценный секрет вашего успеха. А к чему приведут продолжение черепашьей франшизы, которые, судя по сцене после титров, обязательно будут, с уже заявленным и очень известным перехайпленным антагонистом, мы узнаем совсем скоро. Благо, продолжение обещано, и, судя по всему, зная темпы Нетфликса, не заставит себя долго ждать. Нашей следующей темой будет, ну, тоже необычное для рядового обывателя явление. От Панцирной Братьи мы плавно переходим к не менее загадочным и магическим существам. В этот раз к драконам. В рубрике, посвященной настольным играм, у нас сегодня невероятно красивый и необычный гость. Проще говоря, семейная игра с великолепным оформлением, лично мой хит 23-го года, по крайней мере его лето, и хит года 22-го. Игра Flamecraft, названная в локализации мастерами пламени. Стоит оговориться, несмотря на то, что дракончики, безусловно, являются мастерами пламени, да, спойлер, речь пойдет о чешуйчатых друзьях, но на полке эта коробка ярким пламенем не горит, поэтому придется приложить немножко усилий, чтобы ее поискать. Так давайте же найдем ее! И это заняло гораздо меньше времени, чем можно было ожидать, но, как и в любом прекрасном блюде, которыми дракончики в том числе в этой игре занимаются, у всего есть свой секретный рецепт, секретный компонент. И прямо сейчас мы попробуем раскопать, докопаться до сути и понять, в чем же причина такого хайпа, такой любви и обожания подобной, казалось бы, простой и не очень приметной на полке среди всего великолепия игры. Итак, стоит сразу оговориться, что предзаказ в 22-м году проходил по системе Deluxe. То есть базовая версия включала в себя множество ништяков, которые людям, покупающим игру в 23-м, а скоро будет ретираж, будут недоступны. Например, поле непроновое, которое стало последнее время большой фишкой, даже скорее трендом для множества настолок, оно останется и в Deluxe, и в версии, которую смогут получить уже осенью 23-го года. Однако множество компонентов, в которых, как и во многих настолках, есть вся соль, претерпят изменения. Например, такие прикольные, иначе не сказать ресурсы, волшебные зелья, стейки, немножко травы, сталь, драгоценности, куда ж без них драконы, хоть и дружелюбные, но все равно кладости речь должны. Немного хлеба, все это оформлено на высшем уровне, по крайней мере в Deluxe версии есть сразу два таких блистера. Ну а в стандартной версии эти ресурсы претерпят изменения и не будут такими же яркими. Также, также изменятся, а сразу стоит говорить и про будущее, и про настоящее, сами виновники торжества. Шесть маленьких дракончиков, которые в премиум-версии являются пластиковыми фигурками. Желтый, зеленый, красный, фиолетовый, синий и голубой. В новой версии они станут просто деревянными фишками, которые в Deluxe тоже есть, но используются с несколько иными целями. Также, если вы увлекаетесь настойлками, то знаете, только предзаказ, сразу вы можете докупить себе множество ништяков. Один из них это монеты из выбранной игры, из какого-то необычного материала. Дракончики исключением не стали и смогут отяжелить кошельки, а затем и ручки своих владельцев, на много-много грамм. Все, кроме владельцев ритейл-версии. Монетки красивые, откованные, символом игры. Словом, держать и перебирать такие одно удовольствие. А так как монеты, как и множество из этих ресурсов, регулярно из рук в руки переходят, безусловно, это станет впечатляющим украшением для любой коллекции. О самом принципе игры. Отойдем несколько от обсуждения компонентов. Они здесь, безусловно, роскошные и способны очаровать даже самых испытанных и искушенных игроков. Стоит поговорить о процессе. Процесс здесь гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Первая ассоциация — это зелье варенье, вторая ассоциация — это Эверделл. Почему? Потому что ваша задача химичить, и ваша задача химичить не во вред другому. Да, в игре, безусловно, есть некоторая конкуренция. Вот здесь есть трек победных очков, по которым вы передвигаетесь, получаете все новое и новое. Вы можете даже перейти за грань 50 и начать новый круг. Ну и побеждает, собственно, тот, кто больше к концу игры очков накопит. А конец игры наступает, как только закончится. Или карта улучшений, или карта драконов. То есть правила, абсолютно щадящие, и признание комбинаций тянуть до конца можно довольно долго, переходя круг за кругом. Но сам по себе принцип довольно прост. У вас здесь есть... Сейчас немножечко магии движения. У вас здесь есть... Отмеченные лавки. Их здесь довольно много. Карты большие. Стоит отдать должное. Напоминают подземелье из Манечкина. Очень хорошо напечатанные. Очень яркие, нарядные. Визуальное оформление чарует отдельно. Здесь не только зверюшки, как в Эверделе. Здесь еще и их верные человеческие друзья. Ну, допустим. Допустим, у нас есть лавка. Драконий рогалик. У нас есть лавка от листа, подковка и крошка-дракошка. Надо отдать должное. Все названия переведены с юмором, хотя на названии можно остановиться отдельно. В свое время в группе Краудгеймс предлагали проголосовать за самое актуальное название. И, казалось бы, Флеймкрафт, Огнеделие или Огнеходцы звучит довольно круто, но победили довольно стерильные мастера пламени. Однако, казалось бы, простое название нисколько не должно умалять всех изысков локализации, которые позволяют во время игры с семьей словить приятную хихишечку. Итак, в чем принцип игры? Вы можете поместить в свой ход дракона в одну из лавок и разыграть два действия. Или улучшить эту самую лавку, в случае, если у вас есть необходимые ресурсы. В таком случае карточка кладется под лавку, и так можно сделать ровно три раза. Или активировать лавку, передвинуть дракона, получить бонус за каждую клетку, то есть приумножить ресурсы. Вокруг баланса накопительства ресурсов и траты их в обмен на реализацию каких-то необычных заклинаний с целью получения очков, и строится фактически вся игра. Здесь есть уникальные драконы, которые имеют свои уникальные свойства, очень схожие по тем же особенностям с тем же Оверделлом. О нем приятно и часто вспоминать даже спустя столько лет. Если вы можете победить за счет ситуативных очков, ваш противник может попытаться отыграться за счет очков более позднего периода, то есть во время подсчета ресурсов вы можете выполнить какие-то уникальные задачи, которые будут отражены только в конце игры. Сразу хочется оговориться о компонентах. Несмотря на то, что было уже отмечено, что арт потрясающий, по-своему уникальный, запоминающийся. Авторы этой игры делают новую в схожей тематике со схожим визуальным артом, но не связанную с драконами. Тоже что-то с выставлением рабочих про, по-моему, какие-то ресторанчики, забегаловки. Словом, продолжает позитивную тематику, надо отдать должное. Позитивных игр на фоне огромных, эпохальных, глумхейвенов играли сейчас. Нам действительно не хватает, но у игры очень разные по своим объемам компоненты. То есть это маленькие карточки драконов, маленькие карточки заклинаний, в то же время огромные, толстые и иногда мнущиеся карты рынков. Но, но, при всем при этом, даже при отсутствии каких-то протекторов, надо отметить, что у игры очень хороший органайзер. Он включен в премиумную версию, поэтому, если вы ее предзаказали, вы уже можете им насладиться, открыть коробку, посмотреть. Здесь все очень удобно помещается, карты не мнутся, и в очередной раз поднимает мысль о том, что органайзер, в принципе, был бы неплохо в каждую игру на релизе класть. Вот. Да, но в современных реалиях это стоит, к сожалению, очень больших денег. Еще раз повод порадоваться, что, по крайней мере, в этой игре он есть здесь, везде и сразу. По ощущениям от игры, она варьируется по темпу, поскольку, повторюсь, задача быстренько опустошить колоду драконов или магии не стоит. Задача набрать очки. Ну и поскольку ходят игроки по очереди друг за другом, при желании очень неплохо темп можно тянуть. Также к дружелюбии игры стоит отметить особенность. Если у вас, допустим, ход вторым, а до этого сходил другой игрок, он встал на лавку от листа. Вы хотите воспользоваться особенностями это? Это что? Травное заведение, допустим, так. Вы приходите туда, ставите дракончика, который протягивает пятюню или любого другого, кого выбрали, и обязаны поделиться одним из ресурсов с игроком, который сидит в этой самой лавке. Особенность приятная, поскольку, несмотря на то, что все-таки противостояние имеет место быть, идеальная игра, чтобы вкатиться с юными игроками или поиграть немножко без мысли о спасении какого-то великого мира, о спасении фэнтези-вселенной, о спасении мультивселенной. В общем, ставки как никогда низки, и на самом деле это потрясающе, потому что это просто игра, про то, как просто дракончики просто заведуют разными, красиво оформленными лавочками. На момент предзаказа стоимость у игры была довольно скромной, в районе пяти тысяч. Стоит отметить, для нынешних гигантских игр, вроде полной коллекции Аркхема, причем неважно, там древний ужас, карточный, о огромных войнах кольца, где ценники переваливают давно за десять тысяч, это довольно демократичная цена, и стоит отметить, что очень приятно видеть, что даже если игра потеряет несколько в делюкс компонентах, самое главное, ее стиль и душа в ней сохранятся, а может быть даже получится для будущих игроков еще и немного сэкономить. Поэтому неудивительно, что такая дружелюбная игра нашла место в сердечке именно летом 23-го, я считаю, что это очень хороший повод присмотреться к игре на игротеках, или может быть даже заиметь успешно свою коллекцию, и приятно видеть, что именно на такой игре начинается новый осенний и вымпеловский сезон. На этом наша рубрика про настолки на сегодня заканчивается. На этом наш выпуск на сегодня подошел к концу. Да, так быстро пролетели первые 15 минут нового сезона, но не переживайте, мы вернулись, мы здесь, в новый потрясающе, не могу не повторить этого, вновь в студии, а это значит, что через неделю мы вернемся. вымпел есть и вымпел был, а значит, вымпел будет.